Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности», а в студии необычный гость. В Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина стартовала региональная географическая декада. Посвящена она сразу трем круглым датам – 170-летию Русского географического общества, столетию РГУ и 160-летию научной экспедиции рязанца Петра Семенова на Тяньшань. В кресле гостя – правнук известного географа, ботаника и общественного деятеля Александр Семенов-Тяньшанский. Каждое отделение проводит тоже свои такие мероприятия, посвященные этой, в общем-то, такой, можно сказать, даже юбилейной дате. И, значит, центральное было в августе, а теперь, значит, Липецкое недавно отделение РГУ проводило такие торжества по поводу. У них они были двухдневные. Я вот на второй день поспел и тоже принимал в этом такое активное участие. Очень симпатично было в музее-заповеднике, который находится в Липецкой губернии, называется Рязанка. Там все это дело проходило. А вот сейчас меня пригласили на такое мероприятие в Рязань, тоже рязанским отделением РГУ проводится такой, как бы даже, я не знаю, как сказать это, такой деканик. То есть тут много мероприятий. Вот вчера было открытие, пресс-конференция, меня не было, я сегодня только утром приехал в Рязань. И буквально вечером вы уезжаете, что интересно? Вечером я уезжаю, да-да-да. Ну да? Я уезжаю к себе в Петербург обратно, потому что, как говорится, в связи с таким юбилеем, ну, меня расхватывают, значит, на части. Симпатично было то, что было много молодежи. Было много всяких разных докладов и о роли Петра Петровича в развитии географической науки, в становлении. Серьезно, а хочется, знаете, как узнать, какая вещь дома хранится, может быть, какие воспоминания какие-то остались. Это самое главное, душа главная. Вот я понимал, что мой доклад должен быть наполнен именно этим. И я, как говорится, решил так публику, ну, в хорошем смысле слова, немножко позабавить всякими семейными байками. А можете нашим телезрителям тоже? Да. И, значит, вот, хотя, значит, тема вообще всей конференции, она такая называется Петр Петрович Семенович Суцарский и современность. А меня, без моего спроса, значит, доклад мне мой написали такой. Род Семеновых-Теншанских, то есть это я должен был говорить о прошлом. Ну, я, значит, коротенько, значит, сказал о прошлом в течение одной минуты. Остальные, значит, 14 минут я посвятил именно современности. Ну, хоть одну байку, хоть одну, телезрители ждут. Ну, понимаете, тут много можно рассказывать. Ну, например, такая вещь, значит, вот я сказал, что это примерно 10%. Действительно, мы, вот, потомки, ну, говорим, что у него было 10 специальностей. И это действительно так. Значит, вот, например, кем он был официально с точки зрения науки. Ну, вот, как теперь кандидат, там, технических наук. Я, вот, например, кандидат технических наук физик. Предваряя ваш вопрос, я об этом говорю. Значит, а он был официально ботаником. Его кандидатская диссертация, тогда это называлось магистровская, и сейчас она, кстати, тоже так называется по новым временам. Он был магистром ботаники. Вот, представьте себе, его ботаническая деятельность вообще довольно малоизвестна. А байка такая интересная, описанная, кстати, им самим в его меморах о своем путешествии с знаменитым Тиньшань, магистр ботаники. Там, значит, он путешествовал по разным местам, в том числе по только-только осваиваемым русскими, значит, как бы, колонистами, вот, предгорь в Тиньшане. И однажды, значит, и они еще там буквально год-два только строили еще дома, еще не успели насадить никаких садов, как полагается в русских, конечно, селениях. Деревья и сады должны быть вокруг нас. А там была степь и альпийские горные луга. То есть деревьев особенно не было. И вот он приезжает в такое селение Копал, где, значит, его встречает, как все-таки так, приехавшего из Петербурга человека, и вдруг он видит, что в этом селении растет роща, деревья растут. Он так немножко удивляется, как-то вроде не встречал еще здесь пока. Значит, он подходит, начинает, значит, как бы, смотреть, прислоняется к одному дереву, и оно вдруг падает. Оказывается, впереди Петра Петровича неслась вись о том, что приезжает министр ботаники. На самом деле он был магистром ботаники, но местный народ перепутал, значит, министра и магистра. И как в армии все побелили и посадили. Совершенно почти так. И так как все-таки министр это достаточно крупный чиновник, он министром, конечно, не был, вы сами понимаете, а был магистром, то, значит, тут же подсуетилось местное начальство, и велели, значит, выкопать где-то там деревья вдалеке, выкопать ямы, посадить их тут же, значит, большие деревья, которые там простояли бы, может, неделю потом и засохли. Вот такая, значит, интересная, смешная история была с ним. Ну, а много всяких... Вы чувствуете груз ответственности, который лежит на вас, как на правнуке этого человека? Ну, а как же иначе? Ну, конечно, да. Ну, во-первых, я не могу, понимаете, по вот именно под грузом ответственности врать. То есть просто вот не могу, потому что если где-то люди узнают, что я что-то такое там, понимаете, наврал, ну, я, конечно, не говорю там какие-то мелкие там случаи, а так вот более серьезные, то, честно сказать, как бы позор опрокинется на все наше семейство, на фамилию. Фамилия-то уникальная. И уникальность фамилии состоит в том, что иногда меня спрашивают, а вы потомок? Ну, где-то там в Сбербанке или там где-то еще, понимаете, ну, где фамилия? Ну, хотя бы знают, это хорошо. Нет, нет, знают, это хорошо. И надо сказать, что, в общем-то, знают не такое маленькое количество народа, как казалось бы. А что бы вы хотели, чтобы осталось после вас? А я сейчас все-таки договариваю. Конечно. И когда, значит, меня спрашивают, а потомок ли вы, я говорю, вы знаете, вот уникальность наша в том, что такой фамилии больше на планете нет. И если вы где-то встречаете Семенова-Теншанского, то это точно потомок. Ну, предков, могли бы быть предки, конечно, хотя и не могли бы быть, потому что приставка эта присвоена в 1906 году. Ну, по поводу приставки, тоже есть некоторые семейные байки, эта приставка была присвоена ему, я думаю, что зрителям будет это интересно. Вашего телеканала. Значит, приставка была ему присвоена в 1906 году, а до этого он был просто Семенов. А Семеновых, как вы сами понимаете, в России пруд пруди. Так, Ивановых. Пруд пруди, да-да-да. Да, так же, как Ивановых. Ну, да, может, немножко поменьше, чуть-чуть. Значит, так вот, в 1906 году исполнилось 50 лет со дня его вот этого путешествия, значит, в Теншань двухлетнего, которое, в общем-то, было по моим личным вот таким впечатлениям, и мы теперь, тем более сегодня, в этом году съездили туда, в эти места, ну, таким авантюрным путешествием молодого человека. Он был совсем молодой человек, ему 30 лет не было. И он туда поехал один, и на свои деньги, в общем-то, вот что самое интересное. Ему только дали такую подорожную от Русского географического общества, чтобы уж, ну, все-таки знали, кто едет. Значит, какой-то, значит, чиновник из Петербурга. Ну, он тогда чиновником еще не был. Так вот, значит, в 1906 году правительство уже, он был знаменитым человеком к тому времени, потому что занимался не только географией, у него было 10 специальностей. И, значит, озадачивалось тем, что, ну, как-то надо отметить. Ну, там, медаль, орден, там, что-то еще такое. И тут, значит, как-то, может быть, он подсказал. А в России такая традиция была, значит, добавлять к фамилии какие-то приставки. Как правило, и я думаю, даже как сильное правило, добавляли приставки за военные какие-то заслуги. Ну, вот кто там, не знаю. Потемкин Таврический, потому что он для Екатерины завоевал Тавры и теперешний Крым. И так далее. Там Кутузов был, по-моему, римницкий, потому что он, значит, победил вот в битре. Значит, ну, это приставку реже употребляет. А тут надо было дать приставку за гражданские заслуги. Это совершенно не было никаким военным путешествием. Это было чисто, так сказать, научное такое путешествие, значит, как бы гражданские заслуги. Но все-таки, значит, вот двор согласился на это дело. И, значит, было два варианта интересного. Да, первый вариант – это наша семейная байка. Это то, что ему предложило правительство, значит, либо титул графа, либо какую-то приставку к фамилии. От графа Петр Петрович, видимо, как был человеком дальновидным и очень, так сказать, неглупым и так далее, отказался, чувствуя, видимо, что 17-й год будет, хотя это был еще шестой. Ну, вы сами понимаете, что с графами делали, если они не убегали отсюда. А, значит, отказался он и, значит, сказал, ну, давайте приставку. Дальше ему сказали, а какую бы вы хотели. Он дал два варианта – Тиншанский и Хантенгрейский, поскольку он открыл, впервые увидел из европейцев, самую большую точку, значит, Тиншанского вот этого всего горного массива – пик Хантенгре. И он склонялся, как вот мы теперь знаем, это подтвержено более документами, именно к приставке Хантенгрейский. Представляете, я был бы сегодня Семенов-Хантенгрейский. Сложновато. Да, значит, ну, формально он должен был бы ходатайствовать перед императором вот такой вот, ходатайство такое было им написано, где было два варианта. Николай, значит, Второй разослал это все, как полагается, на рецензии, и в том числе у нас хранится рецензия Столыпина Петра Аркадьевича, который в те времена был не премьер-министром, а еще министром внутренних дел. Ну, да, такая, конечно, достойна, очень хорошо, значит, вот, значит, два варианта. И когда это, значит, пришло уже к Николаю, вот Николай Второй выбрал, судя по всему, по тем документам, которые у нас есть, вот эту приставку Тиньшанский. То есть, поэтому это как бы выбор императора. Ну, мы считаем, что это лучше, потому что Тиньшань переводится очень просто с китайского – небесные горы, Тянь небесный, Шань горы. Есть такая площадь Тянь-Альмы, печально знаменитая в Пекине, там, значит, горы небесного согласия. Вот как раз Тянь, Тянь-Альмы, значит, тут то же самое. А Хантенгри – это нечто такое более мистическое, это в переводе с китайского что-то такое, какой-то величественный дух, что-то такое, понимаете, какая-то мистика такая. Мне показалось, что в вас всего хватает, всего намешано. Спасибо вам огромное за эту тёплую встречу. Вы, уважаемые телезрители, если что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.tv. А мы прощаемся с вами, до встречи.